Всех приветствую, мои родные любимые и сердце вам, дорогие христолюбчики, братья и сестры во Христе, все люди на земле, всех приветствую, всем желаю всякой радости, всякого блага. Что сегодня моя любимая тема? Любовь. Любовь о любви. Попоем сладкие песни. И я хотел затронуть такую тему, я в принципе уже такую мысль не раз высказывал, я даже не помню, ну понимаете, когда я какую-то мысль высказываю, я потом ролик могу обозвать тоже, не совсем понятно, всегда бывает, даже сам потом бывает тяжело найти, если хочешь с кем-то поделиться. И вот я как-то такую мысль говорил, но сегодня неважно, говорил ли не говорил, еще раз хочу сказать. Вы знаете, вот казалось бы, Евангелие учит нам нас только любить. И это так и есть. И почему оно учит только любить, и ничего не говорит о жажде любви, и о необходимости человеку быть любимым, только потому, что Евангелие обращено лично человеку. Поэтому, конечно же, если каждый будет любить, то что? То и мы будем любимым. Если все вокруг нас, если мы, и все, прежде всего мы, я, и все вокруг меня начнут любить друг друга, тогда я буду любим всеми. Поэтому, конечно же, Евангелие обращено прежде всего в мое сердце. Это понятно. Я должен полюбить. И когда я полюблю, и все вокруг, вот тогда мы будем жить в Царстве Небесном, в Царстве Любви. И вот вы знаете, конечно же, цель жизни христианской, и не только христианской, христианской прежде всего, это людям, которым и любовь, в том, что сущность Бога – любовь, а если это его сущность, имя существительное, то глагол – это любовь проявляется в делах любви. Если я любовь, значит, я люблю. Значит, я делаю дела любви. Если я не делаю дел любви, никакой во мне любви нет. Это глагол «действие» – это проявление в моей сущности действия. То, что внутри, то проявляется наружу. И поэтому, конечно же, Евангелие обращено в мое сердце. Я должен в этой жизни научиться любить. Моя христианская жизнь, центром ее, ее конечной целью, ее началом должна являться любовь, проявляемая в делах любви ко всему Божьему творению. Но надо не забывать, полноты счастья невозможно достичь без того, что любит тебя. И вы знаете, в христианстве об этом, ну, в псевдо-христианстве, как я его называю, об этом не принято говорить. А я вот сегодня хочу сказать. На самом деле, человек, он и любит, и ровно половина, как бы вам не казалось, что это много, ровно половина, он и должен быть любимым. Человек счастлив в полноте только тогда, когда он любит и любим. Ровно пополам. Поэтому счастье, настоящее блаженство, это любить и быть любимым. И важны обе части. Отсутствие любой половины, это несчастье. Любить и быть любимым. Начнем, как всегда, с самого начала. Бог творит человека, одного человека. Ни мужчину, ни женщину, просто человека. По образу, по своему подобию. Ибо Бог, ни мужчина, ни женщина. В нем просто есть два этих начала. Он и альфа, и омега, и первый, и последний, начало, и конец, и мужеский, и женский. Он все. И творит одного человека, по своему образу и подобию. Как думаете, зачем? Потому что Бог несчастлив. Потому что нехорошо быть Богу одному. Прежде чем сотворить человеку человека, не мужчине, не женщину-мужчине, и не мужчине, не мужчину-женщине, а человеку-человека, Бог сначала творит человека для себя. Во-первых, потому что любви нужен объект, любви, объект обожания. Потому что любовь, она проявляется в делах. Именно это проявление делает меня счастливым. Не внутреннее чувство, а проявление его делает меня счастливым. Потому что мои мысли, моя сущность, мое существо, моя любовь проходит через грань видимого, и я получаю наслаждение. Я что-то сделал, я погладил, я подал, я поцеловал, я сказал, хорошее слово. Это проявление прошло грань видимого и невидимого атома и сделал меня счастливым. И если этот человек ответил мне любовью, поцеловал, обнял, сказал, подал, пройдя опять грань невидимого и видимого мира, атома, я получил удовольствие, опять стал счастливым. И вот именно это проявление мое любви и любви ко мне делает меня абсолютно счастливым человеком. И именно это проявление Бога любви к человеку, творя ему прекрасное мироздание, все, 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 всякого вида рода наслаждения и собственную любовь, это делает Бога счастливым. И Бог на второй план счастлив, когда мы любим Его. А наша любовь проявляется в чем? В творении добра. Два человека, мужчина и женщина, муж и жена, один творит беззаконие, он любит ее? Он колется. Муж и жена, у них трое детей, он колется, он ее любит? Нет. Если бы он ее любил, он бы этого не делал. Муж и жена, у них пять детей, она бухает беспросветно. Она любит его и детей? Нет. Это зло, конечно. Она ухаживает? Нет. Она кормит? Нет. Она поет? Нет. Она заботится? Нет. Она дом содержит? Нет. Мужчина, когда колется, зарабатывает? Нет. Все пропивает, все прокалывает? Да. Он любит их? Нет. Оказывается, любовь – это не творение зла, это творение добра. муж и жена. Жена любит животных, муж идет на охоту, убивает беззащитных животных. Он любит ее? Стреляя в животное, он стреляет в нее. Он любит ее? Нет. Она говорит, мне больно. Все живые существа, мне братья и сестры на земле, ты убиваешь беззащитных. Он ее любит? Нет, он ее не любит. Мы, когда убиваем животных, которых сотворил Бог, мы его любим? Нет, мы его не любим, мы его ненавидим. Мы, когда грешим против любого человека на земле, мы любим Бога? Нет, мы его ненавидим. Мы губим его творение, мы не любим его творение, мы не любим Бога. А Бог нуждается в нашей любви. Он хочет, он несчастлив, потому что мы не любим его. А как мы говорим, я люблю, люблю, а брат своего ненавижу. Люблю, люблю, а тысячу животных, в день миллионы животных умирают. Каждую секунду несколько тысяч. Он их создает, я их душу. Он их создает, я их душу. Он дает жизнь, я приношу смерть. Я его люблю? Нет, это я его ненавижу. Кажется, Евангелие учит нас только жертвенной, самоотдачной, безответной любви. Это не так. Евангелие учит, что я так должен делать. Если все так будут делать, да, тогда мы и погрузимся в это царство, небесное царство любви. И надо запомнить, я просто хочу некоторых людей тоже успокоить. Как вы помните, я говорил о любви к врагам. Для многих это закрытые стихи. Я их всегда раскрывал. У меня есть три отдельных ролика на канале, можете посмотреть. любовь, так как человек, это умочувственное существо, у нее есть мысли, облеченные желаниями. на самом деле, ваше желание, даже алчба и страдание, желание, чтобы вас любили и страдание, то есть радость того, что вас любят, то есть радость, счастье, наслаждение, получаемое от того, что вас любят через какие-то дела, боль, горе, несчастье, страдание от того, что вас не любят, проявляет и нелюбовь в соответствующих делах. Это нормальное чувство, запомните это. Наши требования к нашим близким Мужу, жену, детям, родителям Окружающим людям на земле Животным и так далее, природой Что нас не любят И что мы хотим любить И мы требуем, и предъявляем им Даже когда они грешат против нас Это что? Внутри, когда это происходит, это нормально Потому что, в принципе, когда ты человеку говоришь Зачем ты это сделал? Ты не любишь меня Почему это требование законно? А именно потому, что ты делаешь меня несчастным Человек не может стать счастливым Когда он только любит Да, ты можешь проглотить все И просто любить Ты можешь делать все, тебе не будут делать ничего Это путь лишь Но это не конечная цель Путь, чтобы Я, конечно же, любил Но конечная цель, чтобы полюбили и меня Если меня не полюбят Я останусь наполовину несчастным Причем именно Знаете, как у пессимиста Стакан наполовину полу А у оптимиста наполовину полу Вот я вам скажу, что Все-таки здесь правильно сказать Что у тебя будет сердце наполовину несчастливо Несчастливо А именно несчастливо Здесь идеализм Как Господь сказал Будьте совершенным Либо все, либо ничего Я либо счастлив, либо я несчастлив И это лишь путь, по которому я иду, длиной в жизнь, в одну, в две, в десять, неважно, в этих мирах, в этом мире, в будущих мирах, абсолютно не имеет значения. Конечная цель человечества – это небесное царство любви, это любить и быть любимым. Это естественно для человека. Если вы вдумаетесь в опыт жизни своей и окружающих вас людей, вы поймете, что несчастная любовь, она никого никогда не делала счастливыми. Когда я люблю, а меня не любят, я несчастный человек. Когда я люблю безответной любовью, человек не отвечает мне взаимностью, я несчастлив. Пожалуйста, поставьте себя на другую сторону. Кто знает, люди, кто-то из вас даже такой проходил, у меня у самого что-то подобное было. После пару раз, когда ты обожгешься, как мы рассуждаем? А пусть он меня любит. Я королева, или я король, у меня деньги, у меня власть, у меня силы, или я королева, я фифа, я молодая, красивая, а он старый пень. Пусть я позволяю себя любить. Этот человек несчастлив. Да, его любят, он не любит. В его сердце нет любви, в его сердце нет, он несчастлив. Когда вы вспомните, и все, я всегда, вы знаете, говорю жизненные вещи, которые все мы с вами проходили. Счастье, полнота счастья, это любить и быть любимым. Без этого счастья невозможно. Внутренняя наша претензия к людям, которые нас не любят, проявляя свою нелюбовь в делах, это естественно. И удовольствие от того, что нас любят делами, это нормально. Потому что, к сожалению, вот эти псевдо-христианские лживые учения, я говорю, там, что надо чуть ли не бегать от любви. Пожалуйста, не говори мне спасибо, а то отнимешь Божью благодать. Ведь Господь сказал, да, не творите дела ваши с тем, чтобы вас видели люди, и будет вам воздаяние от Бога. Это все чушь собачья. Это и порождает лживые учения, и потом, к сожалению, грешную жизнь. Кто знает мои другие подобные ролики, сколько раз я благодарности говорил. Да это как раз страшный грех, не благодарить человека. Сам Иисус, когда исцелил, я всегда приводил этот замечательный же случай из Евангелия, когда Он исцеляет 10 прокаженных. И они все уходят, даже не сказав Ему спасибо. Но до одного посередине пути, или где-то, насколько они там отошли, неважно, доходит это. Он разворачивается и мчится к Иисусу, кланяется Ему и благодарит Его. Что сказал Ему Иисус? Ты что, не благодари Меня, не надо этого делать, воздай всю славу Богу, да? Как любят там цитировать то же самое Евангелие в других местах, не понимая контекста, по какому поводу Иисус отправлял воздавать славу Богу. Что Он здесь сказал? Вспомните Его слова. Он сказал, как и другие девять не вернулись воздать славу Богу. Тем самым, во-первых, намекнув, кто Он есть, Он же прибежал не в храм Соломона, не в капище в центре Иерусалима. Он прибежал к Иисусу благодарить Его. И Он говорит, как остальные не пришли воздать славу Богу, не вернулись. Неблагодарность – страшное чувство. За все и всегда благодарите. Еще апостол Павел тот же сам писал. А тот же самый апостол Павел в своих посланиях благодарил, восхвалял, писал об этих людях, хотел их неправедность на показ выставить. Я уж некоторые позабыл стихи, давно не перечитывал Павла апостола послания. Вы помните, как он говорил? Вот эти, как мне там воздали. Да они вообще, это просто святые для меня люди. Цените их, любите, храните. Вы помните, как они там даже ценой жизни защищали. Всячески пытают их перед всеми восхвалить. Хвалите. Кто, Господь сказал, ближнему сделал, тот сделал мне. Хвалите друг друга. Конечно же, заслуженно. Не надо в смысле там лебезить. Хотя вы знаете, что такую есть мотивация. Ребенка можно немножко подтянуть. Пусть он еще и это не заслуженная похвала, но это мотивация. Есть за что похвалите. Вам сделай доброе дело. Не важно. Хоть что вам сделали. Хоть руку подали. Спасибо обязательно сказать. Неблагодарность это и есть не проявление любви. Вы делаете этого человека, запомните, несчастным. Потому что благодарю, спасибо. Это и есть мое дело любви, которую я минимум смог проявлять. Потому что ты мне что-то дал. Мне и так тебе дать нечего. Я именно в этом нуждался. Или человек от избытка это дал. Хорошо. Я в принципе, может, в чем-то не нуждался. Но мне дали. Мне что-то подали сверху. Всегда говорите спасибо. Это любовь. Вот человек, естественно, когда... Почему мы так реагируем на неблагодарность? Заметь, я, кстати, не просто так это беру. Знаете, это очень важный момент по поводу неблагодарности. Ты кому-то делаешь добро. Человек оказывается абсолютно неблагодарным. Это вот это чувство, которое у вас возникает. Я просто сам прохожу. Стараюсь, вы знаете, многим помогать. И чего только уже тоже на своей шкуре. Уже и зло мне на добро отвечали. Я все время анализировал. Думаю, почему у меня вот все вот так вот действительно неплохо. Мне от этого человека уже убежать хочется. Вместо того, чтобы, казалось бы, эта любовь должна была нас сблизить. А я еще и крайне остаюсь, да. Мне противно все это. Почему человек так реагирует? И я сначала думаю, ну вот, наверное, по-христиански, да, я должен любить. Вы знаете, нет, я все-таки сегодня скажу ту краткую мысль, которую я высказываю всегда, когда записываю ролики о любви к врагам, на которые многие соблазняются, не понимая их. Господь не учил любить врага сердцем, теплыми чувствами. Любить по-настоящему сердцем, прям тянуть к человеку и телу, может, только к любящему тебя. Ты никогда не будешь к огню, огонь хватать, ты его сторонишься. Тебя должно тянуть как к самому чему-то светлому, безопасному, доверчивому. Да что такое Бог? Все самое теплое. Если ты видишь этого человека, человек не раз это проявлял, тебя тянет к нему. Поэтому никакой естественно сердечно любви к врагам Иисус не учил. Иисус учил умовой любви и то минимальным ее, так скажем, проявлением. Помимо того, что мы не делаем зла, не убиваем, не крадем даже у врагов, не лжесвидействуем, не обижаем, не делаем зла врагам, мы еще и врагам творим добро. Мы их кормим, мы их поем, мы их одеваем, мы им даем кровь. Кровь мы им помогаем, даже кровь. Если твой враг лежит, требуется переливание крови, даже кровь, я не оговорился, в принципе. Все, что потребно для жизни, нормальный такой, да, понятно, человек на дна ноги поднять, все мы это делаем, нас это научил Иисус. Будучи Богом, даже когда его распинали, он давал жизнь своим палачам. Вот что мы должны делать. Это лишь умовая любовь. У тебя никогда при ней не возникнет никакой сердечной теплоты. Человек от тебя ненавидит. Ты можешь помогать через кого-то. Да, ты мечтаешь растопить это сердце. И до тех пор, пока это не произойдет, ни о какую сердечную тепла у тебя здесь не появится, пока этот человек не покается, не опомнится и не начнет любить. В ответ тебя, других, неважно, творят добрые теперь уже дела. Если он раньше тебя что-то обидел, обокрал этот человек преступник, покаявшись, вернул, а потом стал еще и тебя содержать, вот у тебя к этому человеку и твой враг становится твоим другом. Поэтому это очень важно. Это очень важно понимать. Вы знаете, все вот эти наши претензии людям, близким, их можно высказывать. Их нужно высказывать. Если человек, тем более человек, друзья, родственники, которые неоднократно нам говорили, как мы любим друг друга, там родители, дети, я говорю все это. Муж, жена, если любишь, ты будешь делать добро. Это очень важно понимать. И мы реальным, особенно близким людям, мы имеем это право предъявлять, потому что любовь проявляется в делах. Если человек не творит этих дел любви, он не любит тебя, а соответственно он делает тебя несчастным, потому что я его люблю, а он меня нет. Это очень важно понимать. И в себе это чувство, не душить, не извращать его не надо. Это здоровое чувство, претензии к человеку, потому что он тебя не любит. Потому что любовь это сущность бытия. И видя нелюбовь, в нас все внутри начинает восставать. Это то же самое, как умирающий цветочек. Мы начинаем все делать, чтобы его оживить. Тут же окучивать, окапывать, что-то защищать от ветра, колышки ставить, поливать, удобрять, окапывать, подпирать, солнышком на него светить. Если это зима, рассада на окне, мы все стараемся сделать, чтобы оживить. И здесь то же самое. Люди начинают что-то делать. И это надо делать. Люди должны любить друг друга. И это чувство нормальное. Потому что меня одного, любовь, не делает сейчас счастливым. И в этой жизни, конечно же, цель научиться любить, это понятно. Но жертвенная любовь, это не цель жизни человечества. Иначе Бог бы был самым несчастным существом. И никакого небесного царства не существовало. Именно поэтому Бог придумал этап жизни. Да, первый этап жизни, вот это вот бытие. С начала времен сотворения неба этой земли. Мы живем вот так все вперемешку. И добро, и зло. Но Господь нам открыл тайны, что будут разделения. И вы знаете, те, которые сейчас говорят, да ладно, что там, все так живут. Все это временно. Господь будет из класса в класс делить людей. И когда грешники будут оставаться с подобными, они вкусят, что такое жизнь без любви. И жизнь с такими же, с волками жить, как говорят, по-волчьи жить. Здесь грешники празднуют только потому, что, как говорят, веселятся. Вот они получают. Это временно все. Никогда, как в Ветхом Завете, в Псалтире, в притчах, которые я недавно записал у себя на канале. Очень часто экклезиаст, проповедник этот говорил, да, не ревнуй о зле, не ревнуй грешникам никогда. Не думай, что вот сейчас они едят и пьют, и даже многие умирают в блаженной старости, почивая, творя беззаконие. Но при этом в мире и в сытости уходит вечность, да. И не смотри, что порой праведника здесь и поносят, и гнетут, и он уходит очень рано из жизни, причем на сырой земле, да, коротая свои последние дни. Говорит, не смотри на это. Ибо Бог приведет в последний день все дела на суд, на суд человеческий, так его назовем, потому что человек сам будет самоосуждаться. Вот так вот. И поэтому, вы знаете, конечно же, мы тут и последний ключ, которому я отдам, последнюю, так скажем, изюминку, истину. Вот это вот чувство в нас, и просить любовь, просить, на уровне просьбы разговаривать. И максимум, что вы можете сделать, это устраниться. Мы обязаны просить любовь, мы имеем на это полное право, потому что человек, ты несчастлив, ты говоришь, давай любить друг друга. Нельзя путать, мы не имеем требовать права любить. Вот та же самая, кто-то не хочет любить, да, вот именно, он там не проповедует любовь, не принимает любовь, творит беззаконие, неважно в каких видах. Ненавидит, убивает, мучает людей, грабит, оскорбляет, убивает, мучает, насилует животных. Мы просим этих людей, конечно же. Мы ставим ультиматум, мы говорим, слушай, если ты так, ты же меня все равно не любишь. То, что я от тебя отстраняюсь, это не я тебя не люблю. Ты разорвал-то союз, ты меня разлюбил. Ты говоришь, что любишь меня и наносишь мне боль тем, что творишь беззаконие. Поэтому говорить о любви. А что такое говорить о любви? Не судите. Понаврывают этих слов из Евангелия без всякого контекста, без понимания общего духа Евангелия. Не суди, да не судим будешь. Вот это вот, когда ты человеку просто скажешь, слушай, мне вот это неприятно, ты же это делаешь, мне же больно это. Ты вот на моих глазах убиваешь животное. Ты обвиняешь человека в грехе, да. Ты его не судишь. Я говорю, разберитесь, что такое суд в Евангелии. Иисус не позволял судить. Это значит лишать жизни человека. Что-то наказывать, что-то ему делать. Неважно, можно не к смертной казни, к году тюрьмы приговорить. Когда ему привели женщину в прелебодеяние, он не судил ее. Но он ей сказал, ты грешница. Но я чуть интерпретирую. То мы точно не знаем, как там все Иисус сказал. Он сказал, иди и впредь не греши. Он ей сказал, что она грешила. Но что больше так не делала. Осудил он ее? Конечно. Он сказал то, что есть. Что такое суд? Он не осудил ее, вот именно, на казнь. Но он сказал, что ты грешишь. Он вынес ей суждение. Да, ты грешница. Иди и так больше не делай. И мы сейчас с людьми разговариваем то же самое. Мы говорим, слушай, ты творишь зло. Не делай так. Давай не делай так. И будем вместе жить. Все люди на земле. Ты делаешь так. Я отойду от тебя. Я не могу вместе с тобой грешить. Только это не я от тебя. Ты уже от меня отошел. Ты отошел не любовью. Ты беззаконник. Просто единственное, к сожалению, жалко, что люди путают понятие грех. Видите, у меня все заодно цепляется. И вечно вот такие вот проповеди. Чего только не напридумает. Грех без платочка на голове ходит. И все. Так, конечно, весь мир так и будет, как горох в мешке. Но платочек на голове – это не добродетель. И отсутствие его на этой же голове – это не грех. И, конечно, из-за такого с людьми расставаться – это полный бред. А когда человек стал фашистом, нацистом, людей убивает, я говорю, когда люди, животных этих убивают тысячами, шкуры с них сдирает, опыты проводит. Что это такое? Особенно, когда речь вообще заходит о христианах. Тут я вообще, я удивляюсь, что об этом вообще говорить приходится в таких тонах. Вот так вот. Поэтому это наше чувство. Это наше чувство. То, что человек, творящий рядом, беззаконие, не любит нас. И наше чувство – воззвать к его любви, когда мы говорим. Ты не любишь меня. Претензия, вот эта, так скажем, бросаемая, она адекватная, она правильная. Это делал Иисус. Помните, он сказал? Знаю вас, у вас нет любви к Богу. Почему? Потому что ищите убить меня и делаете от беззакония. Как он сказал? Если любите меня на прощальном ужине, соблюдите мои заповеди. Вот и мы так. Мы не говорим, что я тебе в ад. Ты будешь в аду. Говорят, слушай, если ты любишь меня, которые ко мне с этой ахинеей все время пытаются сердце мне вырвать, что там животных можно убивать, неважно, какие вы там стихи из бумажек приводите. Я говорю, если бы вы любили меня, если бы вы способны еще слышать звук этих несчастных стонов и слез, я – нет. Если бы вы любили меня, многие из вас кричат, да вот это ты от нас отрекаешься. Нет. Вы творите беззаконие, приносите боль и этим животным. Мне приносите боль. И еще говорите, что любите меня. Вот я-то вас люблю, я пытаюсь вас вразумить, чтобы это царство любили все. Вы, отпав от зла, не подъедание трупов, вами же убитых животных, а еще того хуже, лицемерное проплачивание этого убийства, вы творите беззаконие, вы этих людей убиваете. Кому вы платите? Эти люди вместе с вами в аду сидят. такие, как я, которых вы мучаете, просто сердца разрываются от той нелюбви к животным, которые я созерцаю, подобные мне. Ты убери этот грех, и сразу появится всеобщая любовь. Это то же самое с людьми, естественно, да. Так что вот так вот. Так что надо понять, что любовь и быть любимым, это счастье. Это по-настоящему счастье. Никогда, когда тебя не любят, ты несчастлив. Все мы с вами, кто проходил, это, я думаю, у каждого из вас были разные отношения, кто жизнь пожил, а кто-то, может, помнит, если у него были прошлые жизни, хотя бы опыт сердечный. Если, может, кто-то, конечно, удачно один раз в этой жизни рано вышел там замуж или женился. Ну, а кто немножко, конечно, попутешествовал по этому поприщу, что-то меня поймет. Но это касается всего потом, и родителей, и детей. Поэтому не обязательно, это я так говорю, не обязательно мужчину и женщину брать. Это и друзья, которые в детстве клялись, мужики меня поймут, братались там, а потом вся эта дружба разбивается обо все, о тех же самых браке уже их, не женщины, да. Все, о семью, так скажем, дружба, кто знает, элементарно колется от семьи, да. 90% дружбы, наверное, разрушается из-за того, что мужчины женятся, и женщины выходят замуж. Вот. То же самое, дети и родители, те же самые проблемы, да. Казалось бы, говорим, любим, любим, а когда, а дела-то, совсем о любви не говорят. И, конечно же, это не любовь наших близких, или даже вот им, тем более, человек на улице идет, казалось бы, ничего плохого ему не сделал, или что-то хорошее даже сделал, еще тебе может в дорожку, кирпич в спину бросил. Конечно же, нас это убивает, это не любовь делает нас несчастными, и это нормально. И говорит, кстати, об этом надо этим людям, которые тебе причиняют боль, не любовь. Я вот, почему я об этом уже говорил, еще раз концентрирую свою мысль. Это нормально, предъявлять то, что тебя не любят, это нормально, потому что это чувство естественное, и мы все хотим быть, это та же самая проповедь любви, или говорение о том, что, или обличение греха, который, ведь я ничего нового вам не говорю, чего не сказал Иисус в Евангелии. Я всему там, в общем-то, как вам всегда говорю, научился. Если брат твой согрешил против тебя, пойди, и выговори ему все. Выясните, что и почему. Так что я вас ничему не учу, никогда, можно сказать, чего не было Евангелия, если Евангелие что-то сокрыто, или нам его исказили, это уже не мои проблемы. Вот, тут уж надо духом все воспринимать. А Иисус так и говорил. Брат обличил, согрешил, идите выяснять отношения. Все вы это помните, я все вам эту историю не буду рассказывать, вы все знаете, да, потом при счет одном, при церкви и так далее. А так будьте как язычник и мытарь, все, отодвинься от него. Почему я вот этому всему научился именно из Евангелия, из жизни и учения Иисуса Христа. И он делал точно так же, это его слова, я поступал, он точно так же примеров Евангелия полно, где он отодвигался от грешников. И не надо приводить криво его слова, и слова о нем, что он ел с мытарями грешниками, он им проповедовал, он им выносил, как мне говорят, именно мозги, да. За ним ходили те, кто почитал и признавал его учителем. Это очень важно. Так что вот так вот. Вот такое вот. Царство так, что небесное, это именно, конечно же, мы учимся сами любить. Но на этой земле надо понимать, мы любим тем, что мы говорим человеку, что он против нас грешит. Это важно понять. И тогда у вас все встанет на места. Тогда вы спокойно начнете общаться у вас. Я думаю, после этого ролика, если вы не все в этом разбирались, понимались, кое-что должно перемениться в жизни. Вы посмотрите по-другому на многие вещи. Вы человеку именно можете ультиматум поставить. Ты же говоришь, что ты любишь меня. Так если любишь меня, исполни мое слово, исполни мои заповеди, исполни заповеди свои, даже которые ты мне обещал. Кто мой ролик тот слышал о замужестве, по Матфею я последний записал, о разводах. Прелюбдеянием названа не только физическая измена, а изменой, тем обетом, который ты давал. А когда ты, в принципе, может даже ты их не расписывал, тысячу и один обед, что я обещаюсь, там ни того не творить, того не того, наоборот, каждый день цветы носить, зарплату всю до дома доносить и так далее. На самом деле, ты сказав люблю, ты сказал, что я буду причинять тебе и дарить тебе одну радость, и не причинять тебе боли. Боли и радость, это наши учителя, это и есть любовь и не любовь. Все. И критерий очень простой. Я говорю, твоя получение тобой удовольствия заканчивается там, где кто-то из этого удовольствия страдает. Если ты получаешь удовольствие вкусовое, только потому, что умирает животное, ты не прав, ты творишь зло. Получай любое удовольствие, только чтобы от этого никто не страдал. Все. Все тебе, Господь сказал, позволено. Любое древо, от любого плода, в этом раю, Богом создан, ты можешь вкушать, но твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Если твое удовольствие стоит на фундаменте, на основании чьих-то горя, чьего-то страдания, ты не прав. Вот вам и вся наука. Вот вам вся жизнь и все счастье. Так что вот так вот. Но, к сожалению, здесь это, конечно, и идильно я нарисовал. Мы все знаем, что все это будет не скоро и не сразу, и не у всех. Но вот как действительно апостол Павел, если хочется вспоминать эти слова, говорил, что не приходило даже на сердце человек, уж тем более не видело глаз и не слышало уха, а даже в фантазиях мы не можем себе представить, что такое небесное царство, когда, во-первых, мы станем нетленными, уйдет смерть, где твоя жала, где твоя победа, то есть не будет ни тления, уже ни болезни, ни печали телесных. Это уже рай, на земле. Об этом сейчас многие мечтают, особенно люди, если кто чем страдает, конечно же. Ну, а здоровые не хотят умирать. Ну, и то здоровых до конца не бывает, есть недообследованные, да. Ну, или у нас просто что-то купируется, а так день-два опять болеем чем-нибудь. Все, вся жизнь, скорбь и печаль. Вот. Конечно же, одно и то же счастье будет потом. Это будет там, где будет разделение, где будут действительно адекватные, нормальные люди, которые никогда зла никому не сделают, даже ценой собственной жизни. Мы даже представиться не можем, общество таких людей, это не вот на земле, вот эти церковники, религиозники, где ходят, знать друг друга не знают, так же врут, крадут, неизвестно, чего друг о друге думать. Нет, это настоящие светлые люди. Мы даже представить себе такого не можем. А в этом обществе мы же еще светлее начнем становиться. Мы здесь тоже иногда нам кажется, что это мы грешим, и вот срываемся, или кому-то что-то так высказываем, с кем-то расстаемся, вот именно в нас эта печаль порождает. Там мы вкусим вот это вот чувство, что действительно, потому что будут некие разделения, вот мы почувствуем, что значит быть настоящими людьми. Это же счастье. Но только здесь мы, к сожалению, испытываем это страдание, потому что действительно нас не любят. Но неправы-то они, и это они должны измениться. Потому что ты его и так любишь, что ты еще сделаешь? Ты же не можешь, как Господь рассказал эту притчу прекрасную о десяти девах, ты не можешь отдать им своего маслица. Но не могут они стать такими. Ты добрый, а он не хочет быть добрым. Карикатура есть. Кто хочет, чтобы животных не обижали, защита прав там, там руки, все такое, толпа руки тянут. Кто хочет стать веганом? Ни одной руки. Вот это да. Кто хочет там, чтобы животные жили в любви, чтобы их защищали, там да. Лес рук, закон, да-да-да-да. Кто хочет стать веганом? Никого. Вот это из этой же серии. Ну ладно, так поговорил. Надеюсь, у вас у кого-то что-то, что-то новенькое, может быть, или старенькое утвердится, или новенькое откроется. Буду рад, если кого-то сделал хоть на крапульку, хоть на миллиметрик, хоть на каплюшечку. Счастливее, на громульку, счастливее, радостнее. Все, пока-пока, до встречи в следующем ролике. Всех по-братски. Целую, обнимаю. Желаю всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok